Примите решение действовать не как все. Вы скажете, что вы и так всю жизнь действуете, но в том ли направлении? К сожалению, в течение жизни, с самого раннего детства, люди постоянно создают в себе ограничения. Это невозможно, так никто не поступает, это нереально, это по наследству. И сидит человек, созданный им самим и окружением клетки. И даже если эти ограничения уже не действуют, человек по-прежнему будет находиться и действовать в заданных рамках. Чтобы загнать себя в рамки, нужно всего лишь прислушаться, в кавычках, к всеобщему мнению. И через определенное время, без особых усилий, вы будете как все. А вот для того, чтобы выйти из этих ограничений, нужно, во-первых, желание, во-вторых, конкретные действия, в-третьих, определенное время. К сожалению, у большинства нет даже желания, не говоря уже о действиях, и тем более, чтобы действовать в течение определенного времени. Жизнь абсолютного большинства людей ни от чем не отличается от жизни блох в банке. Если это вас обидело, то это про вас. Они могут быть свободными, но они не хотят выпрыгнуть из банки, потому что так не принято, потому что никто не прыгает, потому что так жили их предки. Вам не кажется, что жизнь большинства людей ничем не отличается от жизни этих бедных букашек? Но самое страшное, что эти люди не понимают, что они сами себя загнали в такую же банку. Если вы понимаете, что ваша жизнь мало чем отличается от жизни этих букашек, но вы хотите изменений, то нужно, наконец, что-то делать. Что же делать? Из опыта моих семинаров скажу, что ответ не всем сразу понятен. А ответ простой. Нужно развиваться. Однако, к сожалению, многие не понимают связь между успехами в жизни и уровнем развития. Получается замкнутый круг. Чтобы быть успешным, нужно развиваться. Чтобы развиваться, нужно понять, что без развития не может быть успеха. Чтобы понять это, нужно развиваться. Если вы считаете, что все то, о чем я говорю, ерунда, то значит у вас пока ваша клетка еще не жмет. Итак, давайте разорвем этот замкнутый круг. Чтобы вырваться из этого замкнутого круга, нужно принять решение изменить свою жизнь. Если вы хотите жить по-новому, то вам следует думать по-новому, поступать по-новому, читать новые специальные книги, смотреть и слушать новое, развивающее вас. Общаться с такими же людьми, жизнь которых вам нравится. Самое главное, примите решение действовать. Меня зовут Анатолий Донской, я доктор технических наук и уже более 35 лет занимаюсь изучением влияния мыслей и эмоций, как реальных физических полей, на жизнь человека, то есть на его здоровье, на отношения, на финансовый достаток, на появление проблем, на достижение целей. Одним словом, затрагиваются все сферы жизни человека. Современная квантовая физика и генетика, а в частности ее новые направления эпигенетика, уже вплотную подошли к объяснению влияния мышления на жизнь человека. И если вы уже давно ищете эффективные и универсальные способы для улучшения своей жизни во всех сферах, приходите на мой бесплатный вебинар, который называется «Влияние мышления на человека». Ссылка на регистрацию в описании видео. На вебинаре мы разберем вопросы, которые интересуют очень многих, в частности такие вопросы. Почему происходит все наоборот? Почему не сбываются мечты? Почему нет денег? Плохое здоровье? Не складываются отношения? Я расскажу, над чем надо работать, чтобы улучшить вашу жизнь, а также во время вебинара мы с вами выполним одно практическое упражнение, которое приблизит вас к решению ваших проблем. Ну и кроме того, вы лично во время вебинара на себе убедитесь, как ваши мысли влияют на ваше тело. Также на вебинаре вы можете скачать книгу «Диагностика жизни». Это книга-справочник, в котором описаны истинные причины более 300 заболеваний и причины появления проблем в жизни человека, а также способы избавления от любых страхов, депрессий, раздражений, ревностей и других стрессовых ситуаций. Нажимайте на кнопку, переходите на сайт и регистрируйтесь на ближайший вебинар, чтобы узнать, как решить все свои жизненные проблемы, добиваться поставленных целей и начать жить такой жизнью, о которой давно мечтали. Субтитры создавал DimaTorzok